Анатолий Владимирович, в повестке дня сегодня был вопрос президиума ФФУ, тренерского совета, начальника комитета сборных, главы тренерского совета. Какие решения приняты по этому поводу? Оформилась ли новая структура? Спасибо. Вы имеете в виду структуру Федерации футбола? Я так понимаю, что структура Федерации футбола это в будущем? Это следующий вопрос. Выбрали ли вы компанию? Я тренерский совет имел в виду. Коллеги, действительно, повестка дня, я не буду повторяться, она вам всем известна. Одним из вопросов был такой, который больше всего интересует общественность в силу объективных на то причин. Это вопрос о назначении на вакантную должность председателя комитета сборных команд. Вы помните, что на этой должности был Семен Иосифович Альтман, он ушел работать в клуб, эта должность была вакантной. По инициативе президента Федерации футбола Украины, исполком Федерации футбола принял на эту должность Фоменко Михаил Иванович. Это первая часть ответа моего. Что касается тренерского совета, вы тоже наслышаны об этой структуре, о ней шла речь, что есть такое предложение, обсуждалось оно, чтобы ввести в структуру Федерации футбола тренерский совет. Это орган, который бы занимался вопросами организации подбора тренеров, их квалификационные характеристики изучал. Затем совместно с комитетом сборных команд принимал то или иное решение и рекомендовал, подчеркиваю, это решение для окончательного утверждения исполкома. Значит, никто у исполкома никакие функции не забирал. Это еще одно звено промежуточное между комитетом и исполкомом. Логика подсказывает, наверное, в этом есть смысл. Опять-таки, это не коллективная безответственность, а я бы сказал, все-таки коллективная ответственность, в чем она заключается. Наверное, вот этот состав, любой состав исполкома, вы понимаете, там не может быть достаточной степени специалистов, которые владеют предметом в части подбора кадров сборной команды тренерских имеется в виду. Наверное, недостаточно опыта, знаний в этом. Но окончательное решение процедурно принимает этот орган. И, наверное, если он проконсультируется, этот орган, с тренерским советом, а тренерский совет планируется подобрать специалистов, которые, я думаю, могли бы решать эти задачи. И эта история нам известна. Не все самое плохое было в истории советского футбола. И такие тренерские советы были и в Федерации футбола Советского Союза, и в Федерации футбола Украины Советской. Я думаю, некоторые принципы можно и позаимствовать с тех времен. Что касается структуры, то председатель тренерского совета исполком назначен. Это он же, возглавляющий комитет сборных команд, Михаил Иванович Фоменко. Исходили из того, что сейчас вот это совмещение постов, это то, что сейчас нужно на данном этапе. Как эта практика себя проявит, посмотрим вместе с вами, вы дадите оценку, мы ее послушаем. И, может быть, какие-либо, или продолжим такой путь. Мы идем по пути поиска, по пути оптимизации. Я еще раз хотел бы обратиться к средствам массовой информации. Возможны ошибки, не исключаю. Возможно. Но пытаемся найти какие-то логические, на данном этапе обоснованные шаги. Хотя в любом предложении, вы же знаете, есть какие положительные моменты, и некоторые отрицательные могут быть на поверхности. Кто что перевесит, опять-таки покажет время. Наверное, такому специалисту, как Михаил Иванович, мы можем довериться, и вы в том числе. Специалист с огромнейшим опытом. Ну, о качествах его человеческих тоже говорить, я думаю, не нужно излишне. Ни у кого, нет, я не встречал человека, который бы как-либо, не то что отрицательный, а вообще с какими-то хотя бы сомнениями отнесся по человеческим качествам. Я думаю, вот это сочетание позволит нам не ошибиться в выборе. А время покажет. А как он сам ответил? Абсолютно положительно он принял. У него была, я тоже могу об этом честно сказать, и должен сказать, предварительный разговор с президентом федерации, это тоже нормально. Он подбирает штаб, и стороны дошли, как говорится, с лагодой всему пытанию. По всем вопросам, касающимся этой тематики. Думаю, что по возвращению футбола вообще, потому что не было вопроса. Да, и это обсуждалось как бы, и действительно здесь тоже был вопрос. Но еще раз говорю, вы же знаете, что сборная команды – это особая зона ответственности, национальная сборная. И, наверное, здесь правильно, что президент федерации футбола, эти вопросы, а нам всегда так было, вы же знаете. И, наверное, этот подход правильный. Поэтому он консультации проводил и консультировался с соответствующими работниками. Ну, здесь взаимопонимание полнейшее. На данном этапе, дай Бог, чтобы оно так было в дальнейшем, в части восприятия общественностью этого назначения. Вопрос такой. Из повестки дня непонятно. Выносился ли вопрос о распределении обязанностей по зонам ответственности между вице-президентами, чтобы понимать, к кому обращаться, по каким вопросам? Значит, создано президент Федерации футбола Украины. В нее вошли все вице-президенты, два первых вице-президента и три вице-президенты по должностным обязанностям, которые будут, уже они разработаны, будут утверждены на следующем исполкоме. К этим, значит, лицам, я имею в виду, должностям добавилось еще одна, это член исполкома, еще один член исполкома, Гатауллин Игорь Федорович, как председатель профсоюза футбола Украины. Вот эти семь человек и составляют президиум. Я, опять-таки, это уставная норма, вот здесь четко уставная норма, существовало президиум и в прошлом составе, он был в большем количестве в составе, но и пришли к выводу, что из 15 членов исполкома, это обязательное условие, чтобы это были члены исполкома, значит, семь человек, наверное, это такой орган, который будет мобильно реагировать на различные события. Может быть, не всегда есть возможность собрать членов исполкома, у нее есть свои функции, они выписаны в уставе, а что касается функциональных обязанностей, то они в ближайшее время уже, они готовы, по существу, в ближайшее время будут утверждены и преданы огласности. Решение, то есть, что приняло с революционным числом голосов. Да, да. А решение, принципы демократии еще никто не отменял. Значит, принцип большинства, если голоса разделились наполовину, то председательствующий имеет преимущество. Вот и все. Обычно арифметика демократическая. Следующий вопрос, пожалуйста, коллеги. Я еще добавлю, да, потому что как бы сейчас быстро. Мы приняли решение на исполкоме заполнить две вакансии. Это на руководителя комитета по безопасности стадионов Нами принят Бухаленков Сергей Александрович, потому что полномочия Бориса Михайловича Воскресенского уже истекли в связи с возрастом. Вы знаете, что по возрасту председателем и заместителем председателя, согласно уставных норм, не может быть человек, которому более 70 лет. Сергей Александрович имеет большой опыт работы в спецслужбах. Он, как говорят, бывших работников в этих органах не бывает, но тем не менее он, значит, полковник соответствующих служб, имеет богатейший опыт. Он работал в военно-морском флоте на этих, на различных должностях. Более того, что самое приятное, не так часто у нас бывает, он сам играл в футбол в Севастополе за сборную Черноморского флота, так что знает футбол не понаслышке, это уже приятно. Будет отвечать за безопасность. Раздел, который, вы знаете, для нас, к сожалению, становится все более актуальным. Вы знаете, что у нас на трибунах порой случается, и мы посчитали, что человек с таким опытом может справиться с этой задачей. Вторая часть по стадионам, она остается за Борисом Михайловичем Воскресенским. Он опыт имеет, как и председатель, вы всегда знаете, это его фишка была всегда, знание, умение в этом плане неоценимы. Он будет, как и председатель, курировать этот вопрос. Следующий вопрос, который был у нас, это приведение в соответствие с уставом функции этого комитета. Почему? Потому что у нас получилось так, что у нас существует комитет, который, ну, не легитимен, комитет делегатов. Этот комитет не прописан нормами устава. Более того, этот комитет не существует в таком виде ни в одной из европейских стран. Почему? Потому что все функции делегатов, они вменены в комитет по безопасности стадиона. Вы же знаете, какая функция делегатов. Основная, две составляющие. Это пригодность к данному матчу конкретного стадиона, и это безопасность на данном матче. Это все, что входит в этот комитет. Поэтому мы, как бы, естественно, функции этого комитета, который существовал делегатом, перешли в комитет по безопасности стадиона, и там будет, естественно, человек, который отвечает за делегатов, курировать этот вопрос, поручено Борису Михайловичу Воскресенскому, опять-таки, так как он имеет опыт уже работы в этой области большой. Я думаю, здесь мы ничего нового не сделали, мы просто привели в соответствие. А инспектора, хочу напомнить, в соответствии с нормами ФИФА, УЕФА и конвенции, которые подписала Федерация футбола, находятся в ведении комитета арбитров. Так что здесь мы продолжаем в этом плане. Теперь следующий вопрос. По той же причине, Юрий Петрович Котельников возглавлял комитет детско-юношеского футбола, вы знаете, тоже ему уже 70 лет, хотя сразу не скажешь, да, далеко за 70, ну, так, уже немного за 70, как правильнее сказать. Есть норма, опять-таки, на которую я ссылался, и на эту должность было предложено избрать Кочубинского Станислава Александровича, человек вам знакомый тоже в футболе, и после футбольной его деятельности директор ДИСУШ-15, вы знаете, это одна из ведущих футбольных школ, мы с ним побеседовали. В ходе обсуждения ее кандидатуры он ответил на ряд вопросов, и я должен сказать, очень профессионально, и сам поставил некоторые такие концептуальные вопросы, которые нужно решать этим комитетом в части организации детско-юношеского футбола как такового, роли тренера детско-юношеских команд, взаимоотношения между командами детско-юношескими клубами и профессиональными клубами, как должна оплата, конечно же, вопрос это болезненный. Вы знаете, что сегодня финансирование, особенно школ, которые находятся в регионах, не выдерживают никакой критики, а футболистам нам нужно растить. Не всегда находят точки соприкосновения здесь команды профессиональные с этими детскими-юношескими школами, есть вопросы оплаты за подготовку, если берут футболистов в команду, здесь есть тоже недопонимание. Недостаточно четко, хорошо выписана эта процедура, более того. И есть предложения такие, чтобы систему такую разработать, это Кочубинский уже предложил, надо отдать ему должное, сразу же включился, что походу попал мальчик в команду, юноша профессиональный, но потом дальше он вырос, и дальше передали в другой клуб, за границу, серьезный топ-клуб, вы же знаете, цены там немалые, и если заложить в эту схему, что какой-то процент эта школа будет постоянно получать от этой ситуации, когда идет рост футболистов в другие, более высокие команды, наверное, в этом тоже есть смысл. И это и есть поддержка и тренера, кто воспитал этого футболиста, и школы в целом. Такой принцип как бы принятый с полкомом, дано поручение Станиславу Александровичу работать детально эти вопросы, потом он будет вынесен на рабочую группу, далее консультации с ПФЛ и Премьер-лигой, и я думаю, мы найдем этот оптимальный вариант взаимоотношений, когда как бы не сильно, чтобы и страдали наши клубы, но тем не менее, помощь, наверное, нужно детско-юношеским футбольным школам усилить в этой части. Может, я еще что-то... Давайте, коллеги, есть ли какие вопросы поездки дня? Да, да, еще вопрос был. Вопрос о разработке целевой комплексной программы развития футбола. Об этом неоднократно уже говорилось. Сейчас создано, вернее так, мне поручено создать рабочую группу, привлечь сюда ведущих наших ученых, найти их. К сожалению, многие уже в силу обстоятельств отошли от активной работы. Это не говорит, что они потеряли качество работы. Просто вы знаете, как сегодня востребована, к сожалению, наша футбольная наука. Видите ли, сегодня далеко не все тренеры проповедуют науку в футболе, то, что у нас было в свое время, со времен Валерия Васильевича и Олега Петровича. И Анатолий Михайлович, я имею в виду Лобановский, Базилевец, Зеленцов. Есть на то как бы причины свои, наверное, может объяснение, но тем не менее были достижения, и они во многом были связаны с наукой о футболе. Мы хотим возродить это, мы хотим возродить кафедры футбола, занимаемся и в контексте целевой комплексной программы, конечно, это одна составляющая будет. Тут, конечно же, вы помните, было много говорилось о том, что красной нитью в работе нынешней федерации футбола будет это поднять престиж детско-юмерческого футбола, значимость этого, и поэтому все будет брошено на все силы, конечно же, на это. Естественно, не забывая текущие вопросы, ну и национальная сборная, вы понимаете, что это вершина и все внимание ей. Но в контексте вот этих разговоров вокруг этой темы и создается эта рабочая группа. Следующее. О определении коллсалтинговой компании по разработке предложений по оптимизации управленческой структуры Федерации футбола. Опять-таки, чтобы снять все вопросы. Много можно осуждений иметь в этой части, много точек зрения. Я убедился в правильности подхода на исполкоме, потому что две очень серьезные компании нами были приглашены, вернее, приглашены по предложению генерального директора Федерации футбола господина Бондарева. Он занимался изучением этого вопроса. PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young. Две компании, тут вот мне кивают люди, значит, знают, это общеизвестные компании. Более того, у одной и у второй опыт работы с футбольными клубами и в постсоветских республиках, и в английской премьер-лиге, в Сочи для Олимпиады сейчас работает тоже. Много серьезных предложений. Мы считаем, это, наверное, правильный путь. И опять-таки, я хочу снять досужие разговоры. Никто не ставит задачу переформатировать Федерацию футбола и определенным образом избавиться от определенных лиц. Значит, задача стоит так. Ну, кто же будет рубить сук, на котором сидит? Значит, кадров не хватает. И в каждой из нашей профессий, здесь сидя и в журналистских кругах, не хватает кадров. В управлении то же самое. В тренерских тоже вы видите, есть проблемы. Поэтому мы должны, наоборот, беречь как зенецовок этих людей. Но система управления желает лучшего. Вы же сами видите. И поэтому, кто у нас готов предложить такую систему? К сожалению, нет у нас специалистов и компаний, которые могли бы это реализовать. Я думаю, если люди имеют опыт, то грех не его использовать. Теперь, что касается, еще, может быть, я так пробегусь по повестке дня, если, чтобы не... Да, значит, я как бы читаю ваши с удовольствием публикации. И всегда говорю так. На то, и эта щука, чтобы карась не дремал. И абсолютно, я вам смотрю в глаза откровенно, и абсолютно спокойно отношусь к критике, которая поступает. Это нормально, абсолютно. Но, опять-таки, чтобы снять всякие кривотолки. Никто никаких составов урезать не будет. Более того, никто не будет урезать состав прессы. Вы же потом легко проверите это. Но оптимизировать его, наверное, нужно. И по ходу консультации, я думаю, мы выйдем вместе с вами на оптимальный вариант. Преференции могут быть только, знаете кому? Изданиям, которые быстро реагируют. Издания, которые имеют большие полосы. Их надо заполнить ночью. Они вечером игра, а утром они выходят. Один не справится. Один, естественно. Есть издания, которые выходят три раза в неделю. Но так же тоже не может быть. Если оно три раза выходит, то ни разу не попадает в поездку. Наверное, это тоже неправильно. Мы найдем оптимум представительства. Поверьте, мы заинтересованы, чтобы футбол был представлен как можно шире. А это мы можем сделать только с вами. Поверьте, у нас нет здесь конкуренции. И если вы найдете какие-то... У вас есть какие-то предложения, мы готовы их выслушать. Так, вопросы еще, пожалуйста. Да. Анатолий Владимирович, Дэви Аркадьев, Арк-ТВ. Естественно, журналистика без эмоций. Но это не может, наверное, быть. И поэтому, может быть, это эмоционально, но искренне. Приятно было услышать от вас о футбольной науке, перечислении имен и, в частности, имени Олега Петровича Базилевича. Слава Богу, живого и при светлом уме. Поэтому, вот, ваша личная точка зрения, я понимаю, это будет формироваться, но будет ли вас требован вот в эту структуру Олег Петрович Базилевич? Спасибо заранее за ответ. Я отвечу коротко, вне всяких сомнений. Спасибо. Следующий вопрос. Так, пожалуйста. Дорогий Владимирович, сказал бы про тренерскую ладошу и отчелить Михаила Фоменко. Какие еще конкретные призвища есть, кто в ней уведет все-таки? Михаил Иванович дал минимальный срок, учитывая, что мы как бы все время в движении, пауз больших не может, чтобы он представил президию Федерации футбола состав тренерского совета, который будет тут утвержден. Поэтому сейчас мяч на его поле и мы ждем от него. Он пообещал в кратчайшие сроки эту задачу выполнить. Это его прерогатива, наверное, правильно формировать. Если будут вопросы, он на них ответит, и мы вправе задавать их, и может быть с чем-то соглашаться, с чем-то нет. Но пока подождем предложения Михаила Ивановича. Мы их уже ждем. Пожалуйста. Совет будет работать на общественных началах или это будут штатные работники Федерации? Значит, это один из вопросов, который тоже будет рассматриваться. Есть и такая форма, будем так говорить. И другая, есть как бы смешанная, можно ее назвать так. Михаил Иванович тоже получил задание отработать проект положения в тренерском совете, где будут эти вопросы. Пока я не готов. Есть разные мнения. Я думаю, нужно будет их как бы аккумулировать и что-то оптимум какой-то найти. Анатолий Владимирович, можно? У меня такой вопрос не для сиюминутный ответ. Он достаточно серьезный. В свое время предлагалось, но, к сожалению, все одобряли, но так она осталась в воздухе. Короче, вы сказали, что комитет делегатов как таковой ликвидируется, ибо он юридически неправомочен. И все переходит в комитет безопасности. Дело в том, что мне лично, и вот тут сидят представители, вернее, находятся здесь представители двух компаний-вещателей, право райдхолдеров. Один плюс один и ТРК Украины, он же канал футбол. Вопрос очень серьезный следующий. Каждый раз мы во время совещаний у делегата в мачте обязательно представили него. Были все там, представили, милиции, пожарные, все очень важно. Один из вопросов, который по факту, благодаря, может быть, нашей инициативе всегда поднимался, это вопросы телетрансляции. То есть взаимоотношения стадионов в скобках клубов и телекомпании трансляции. Какая у нас ситуация сейчас? У нас сейчас есть как бы утвержденный регламент. Он не совсем совершенный, но как бы пойдет по УИФАшному сценарию. Пример лиги раз. ПФЛ тоже, ПФЛ же транслирует два. Третий момент. Финал Кубка Украины, он бесхозный, потому что он, за него отвечает Федерация Украины. И уже конкретно в Сумах был очень плохой показ, потому что юридически не подпадал. То есть предложение было такое еще два года назад. Первое, значит, доработать при помощи, вот, уважаемых коллеги. И имеющих опыт и Плюсов, и Украины, и Министерство Федерации. Общие регламенты утвердить на каком-то из исполкома показы. Почему? Потому что то нарушают стадионы в скобках клубов какие-то моменты, то нарушают даже телекомпании. Меньше камер и так далее, и так далее. Это первый момент. И второе, ввести в этот, не знаю, делега, вот вы сказали, но, по сути, очень важная возможность безопасности, но это полдела. Вот хотя бы двух-трех представителей телевидения, ну, в этот комитет, так, я так думаю. Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос. Даже предложение сказать. Вопрос, предложение очень важный. И будем так говорить. Вы знаете, у нас существует вакансия председателя, тогда называлось так, управления информационной политикой. Да, сегодня принято решение исполкомом несколько видоизменить название. Мы, ну, посчитали, что политика в футболе, несколько слишком, наверное, это громко сказано, и нужна ли политика в футболе. Поэтому, как бы, пришли к управлению информацией, переименованно. Сегодня вакантна должность руководителя этого управления. Сейчас, как бы, идет вопрос на конкурсной основе поиска человека, который бы возглавил эту структуру. Естественно, значит, мы будем работу вести вот в плане высказанных пожеланий и с этим комитетом, и, естественно, с комитетом по безопасности стадионов. Более того, я считаю, вообще перспектива нам нужна, чтобы навести здесь порядок. По аналогу с Лигой чемпионов, там есть специальные люди, которые присутствуют на стадионе, которые управляют этим процессом. Потому что вопрос взаимодействия очень сложный. И вы знаете, в силу каких-то недоработок страдает качество показа. Потом, мы же знаем, это обязательство перед спонсорами, рекламодателями, задержки с изяческого рода. Это потом выливается в нехорошее отношение. Поэтому обязательно мы над этим работаем, поверьте мне. Следующий вопрос. Планируете ли вы сделать заседание с полкома открытыми, как было два года назад для прессы? Спасибо. Так, было два года, да? Я не помню, когда я... Было закрыто, да. Да. Но, значит так, я хочу сказать свое мнение по поводу открытости. Здесь многие присутствовали не один раз на заседаниях бюро профессиональной футбольной лиги. Значит, здесь стояли прямо на бюро камеры и решались вопросы дисциплинарного характера. Более того, право было даже корреспонденту задавать вопросы, участвовать в дискуссии в какой-то степени. Потому что открытость, гласность, она снимала многие потом ненужные разговоры. Но, я сразу хочу сказать, я был приверженцем этой системы и как пытались ее как бы закрыть, юридически правильно, я хочу сказать, закрыть систему, которая была в ПФЛ, это было юридически правильно. По нормам ФИФА, УЕФА, заседания дисциплинарных органов должны быть закрытыми. Это норма такая. И сейчас пришли к этому все равно. Хотя у меня есть свое личное мнение. Но опять, оно расходится с законодательством, поэтому я его как бы и снимаю. Что касается исполкома, здесь вопрос, конечно, я считаю, правильно поднимается. Нам необходимо все-таки привносить больше демократичности в наши отношения. Может быть, тогда многие вопросы будут сняты. Но опять-таки, это вопрос для дискуссии, потому что есть тоже уже общепринятые правила. И здесь мы будем следовать фарватере вот этих правил. Но искать точки соприкосновения и степень как бы открытости необходимо. Здесь я с вами полностью согласен. А подскажите, что по поводу футзала и изменений, которые Экстралига внесла в рекламу? Вопрос этот был снят с повестки дня в связи с тем, что там как бы... Ну, ищем компромисс на какое-то решение. Там немного ситуация сложная. Я говорю немного, почему? Потому что, я думаю, не может быть нерешаемых ситуаций в нашем футболе. А в малом футболе тем более, слава богу, там еще не таких много накопилось. Есть недопонимание, я об этом откровенно говорю, между руководством экстралиги, командами, между руководством ассоциаций футзала. Но я думаю, это все рабочие моменты притрутся, объясняться и найдут какое-то оптимальное решение. Поэтому было такое решение принято на исполкоме, дать возможность сторонам еще обсудить. И, возможно, они сами договорятся и спокойно решат этот вопрос. Такой принцип, я думаю, тоже имеет право на жизнь. Эффективность может быть достигнута. Достигнута.